Одной из самых успешно реализованных идей 2022 года в городе над Бугом стало проведение яркого и праздничного фестиваля-ярмарки «Берестейские сани». Инициативу губернатора области Юрия Шулейко с радостью поддержали 8 десятков различных предприятий, индивидуальных предпринимателей и ремесленников. А гостями мероприятия стали порядка 160 тысяч людей. Благодаря тому, что фестиваль полюбился жителям Брещены и стал по-настоящему народным, было решено сделать его ежегодной традицией, чтобы этот праздник каждый январь радовал гостей и жителей очередного населенного пункта первого региона. В этом году почетная миссия провести у себя второй фестиваль «Берестейские сани» досталась городу Барановичи. Пресс-конференция, посвященная грядущему важному событию, прошла в Брестском облсполкоме. Основной день фестиваля «Берестейские сани» в Барановичах пройдет 14 января 2023 года. Будет проходить на главной площади, это на площади Ленина. Соответственно, будет много всего интересного. Хочу отметить, фишек достаточно будет много. Как подчеркнули на пресс-конференции, на протяжении трех дней с 13 по 15 января, Барановичи превратятся в одно большое, яркое и праздничное фестивальное пространство, где каждый найдет себе занятие по душе. Вниманию гостей будет представлена ярмарочная торговля, множество угощений, интерактивные развлечения, инсталляции, фотозоны, концертная программа на пяти сценических площадках, выставки достижений предприятий города и многое другое. Также впервые, то что будет отличие от первого фестиваля, это пролетят вертолеты с флагами и республики Беларусь символика, и с берестейскими санями, и с флагом Барановичского региона. Поэтому, я думаю, достаточно все будет насыщено, достаточно будет все интересное, и уверен, что эта традиция становится все более яркой, все более впечатляющей, все более интересной, и самое главное, что это фишка первого региона. Ожидается, что за три дня проведения фестиваля его гостями станут от 160 до 200 тысяч людей. Некоторые подробности проведения фестиваля-ярмарки и его торжественного открытия по видеосвязи раскрыл председатель Барановического горисполкома Михаил Баценко. Парад предприятий, парад автомобилей украшенных. Будут возглавлять колонна народово-любительского коллектива Республики Беларусь, ансамбли Баджиеда Холидей, которые у нас были победителями Славянского базара в прошлом году. Поэтому будет очень интересно. После этого мы планируем, что, конечно, приедет сани, обязательно должны быть сани, потому что фестиваль называется «Полицейские сани», с Дедом Морозом и Стебурчикой. Планируется, что у нас придут три автомобиля в отделении нашей железной дороги. Это будет платформа «Паровоз», это будет платформа «Электровоз» современный, будет платформа, опять же, новогодний сани. Далее за ним будет следовать 558-й каверимодный завод. Ну, я уже не буду рассказывать, да, какой самолет, и куда они будут сидеть Дедом Мороза, надо посмотреть своими глазами этот рюкзай. Далее у нас будут двигаться две платформы с живыми животными. Участники пресс-конференции подчеркнули, что в основной день фестиваля церемонию открытия и другие его локации посетит председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. На этот раз хедлайнером проекта станет специально приглашенная группа «Дрозды». Гостей ждет волшебный фейерверк и лазерное шоу, вертолеты, дискотека, новогодний забег, дегустации, тематические площадки от ведущих предприятий Бреста и множество других развлечений. Организаторы не хотят раскрывать всех сюрпризов, но это событие обещает стать самым незабываемым и фееричным. А оценить это в полной мере сможет лишь тот, кто там побывает. Поэтому необходимо обязательно сделать себе подарок в новом году и на время проведения фестиваля отправиться в Барановичи. Как ханеньки родненьки, чекаем вас на Берестевских санях у городе Барановичи 14-го студеня 2023 года. Калиласка, приходьте! Шарышка моя, сребрная, золотыми бережками облаженная, облаженная. Шарышка моя, сребрная, золотыми бережками облаженная.